Американцы в посёлок Суроватиху приезжают не из любви к местной природе. Сенатор от штата Индиана прибыл под Нижний Новгород, чтобы увидеть, как выполняется российско-американское рамочное соглашение 92-го года о взаимном уничтожении стратегических наступательных вооружений, некогда грозных баллистических ракет. Представители России тоже приезжают в Штаты по взаимному соглашению о сотрудничестве. Наши страны подписали договор о контроле вооружений. Он уменьшил количество ракет и способов их использования. Межконтинентальную баллистическую ракету привозят сюда уже без головной части. Топливо сливают заранее. Однако полностью избавиться от него невозможно. Поэтому ракету, как здесь говорят, выпаривают. В зависимости от типа ракет это занимает от 10 до 20 суток. Это уже седьмые сутки мы парим его, нейтрализуем. После нейтрализации уже стерильная ракета перемещается в соседний зал, где ее извлекают из транспортно-пускового контейнера. Потом разделяют на ступени, топливные баки и двигательную установку. Все, ракета считается уничтоженной. За 20 лет таким образом было разделано свыше 450 единиц грозного оружия. Я уже здесь с 91-го года. Мне первоначально, это, конечно, особенно те ракеты, которые могли находиться на дежурстве. Гарантийный срок эксплуатации тех, которые не истек, это было больно смотреть на них. Но сейчас мы в основном занимаемся ликвидацией ракет, которые уже морально устарели. Сейчас Россия перевооружается на новый тип ракет. Топлив, Ярс и другие. И разрабатывается новый ракет. Однако порой происходит реинкарнация ракеты в новом, уже житейском качестве. Так, до недавнего времени, с разрешения руководства центра, местные жители находили им применение в быту. Часть этой ракеты, например, очень пригодилась районной больнице. Несколько лет назад мы обратились в центр ликвидации ракет на станцию Сароватки для того, чтобы они нам помогли с выделением отработанных ракет для нужд больницы. И так вот эту ступень они нам смонтировали здесь. И в настоящее время здесь находится автомобиль. Вот так стратегические баллистические ракеты нашли вторую жизнь в гражданских целях. Одно время самым популярным среди местных жителей был элемент контейнера для хранения транспортировки ракеты. Фантазия в его применении безгранична. Например, свой бассейн на подворье. Раньше контейнер служил для способной нести ядерный заряд ракеты РС-20, которую в НАТО окрестили «Сатаной». Сегодня на главной улице поселка заглушка от контейнера «Сатаны». Основа конструкции фонтана – реального символа мирной жизни.